В 1929 году в Смоленске был создан музей союза безбожников. Первоначально он размечался в одной из крепостных башен, а немногим позже въехал в здание Богоявленского собора. В 1933 году музей занял помещение Свято-Успенского кафедрального собора и проработал до начала Великой Отечественной войны уже как антирелигиозный музей имени Емельяна Ярославского. Специальная комиссия по вопросам культов при Президиуме Смоленского городского совета рабоче-крестьянских депутатов констатировала, что Успенский собор не имеет определенной верующей общины, за исключением тех 15-20 человек, которые посещают воскресные службы. Вскоре был составлен документ о том, что община собора систематически не оплачивает земельный налог и налог на строение. Общий долг на тот момент составлял почти 120 тысяч рублей. А потому договор на пользование культовым сооружением следует расторгнуть, а сам храм закрыть и в дальнейшем использовать для культурно-просветительских целей. В антирелигиозном музее имелось 12 отделов со следующими названиями. Марксизм, ленинизм и религия, примитивное религиозное представление о мироздании, строении мира по учению христианской церкви, научное объяснение мироздания, происхождение и развитие жизни на земле, происхождение и развитие человека, происхождение и развитие религии, происхождение и развитие христианства, инквизиция с подотделом «Смоленская духовная тюрьма», церковь на службе эксплуататорских классов, контрреволюционная роль религии в деле соцстроительства, союз воинствующих безбожников и антирелигиозная пропаганда и, наконец, культурное строительство и всеобучь в Западной области. Накануне открытия обновленного антирелигиозного музея Смоленская газета «Рабочий путь» писала. Бывший Успенский собор из центра христианского мракобесия в настоящее время превращается в один из очагов социалистической культуры, в центр антирелигиозной пропаганды. В собор переносится областной антирелигиозный музей имени Ярославского. Для того, чтобы придать музею собору еще большее культурное и общеобразовательное значение, в нем устанавливается, как и в Исаакиевском соборе в Ленинграде, опыт французского физика Фуко с качающимся маятником. Воспроизводство опыта Фуко предполагается начать с начала учебного года. Задача заключается в том, чтобы этот опыт хорошо использовать для учебно-просветительской работы. Для школ, например, демонстрация этого опыта будет являться великолепным наглядным пособием при прохождении космографии. Путеводитель по Смоленску, изданный в 1933 году, советовал обратить особое внимание на такие экспонаты антирелигиозного музея как найденный в 1910 году на территории Смоленской губернии каменный фалос, символизировавший бога Ярила. Куриные боги, камни с естественными отверстиями, которые помещались в курятниках для повышения яйценоскости кур. Православная икона, изображающая Страшный суд, ее сняли со Смоленской Спасской башни. А также железные вериги, найденные в курганах погребальные урны и дубовый гроб в форме ладьи, датированный XIV-XVI веками. В православном соборе висели антирелигиозные плакаты и карикатуры, так называемые царские врата были открыты, так что в алтарную часть храма мог войти любой желающий, а на троне восседало чучело козла в соответствующих архиерейскому чину духовных одеждах. При этом было полностью сохранено внутреннее убранство собора, в том числе уникальный резной иконостас. Имеются сведения, в частности об этом сообщали немцы, что в годы работы антирелигиозного музея в правом пределе храма время от времени устраивались демонстрационные богослужения, в том числе перед иностранными делегациями, целью которых было продемонстрировать желание служителей культа сотрудничать с советской властью и лояльное отношение большевиков к религии как пережитку прошлого. После осмотра основной экспозиции музея предлагалось проследовать в тюрьму, которая находилась в подвальных помещениях Иоанна Предтеченской церкви. Там можно было посмотреть на орудия пыток, при помощи которых весьма изощренными способами, мало чем уступающими методам католической инквизиции, из заключенных их выбивали нужные признания. Захватив Смоленск в 1941-м, немцы возобновили работу Успенского собора, а два года спустя освободили от уплаты налогов на религиозные здания и прилегающие к ним земельные участки и разрешили преподавать в школах закон божий. Уже 3 августа 1941 года в храме специально для солдат вермахта провел богослужение лютеранский пастор, а уже через неделю божественную литургию вновь служили православные священники. Антирелигиозный музей ликвидировали как непредставляющие культурные ценности, а его экспонаты, которые не успели вывезти из города во время объявленной советской властью эвакуации, разграблены и уничтожены. В своей книге «Воспоминания солдата» генерал-полковник вермахта Хайнс Гудериан описывал Успенский собор в том виде, в каком он предстал перед немцами летом 1941 года. Воспользовавшись своим посещением позиций в Смоленске, я решил осмотреть кафедральный собор. Он остался невредимым. При входе посетителю бросался в глаза антирелигиозный музей, размещенный в центральной части и левой половине собора. У ворот стояла восковая фигура нищего, просящего подаяния. Во внутренней части помещения стояли восковые фигуры в натуральный человеческий рост, показывающие в утрированном виде, как буржуазия эксплуатирует и угнетает пролетариат. Красоты в этом не было никакой. Когда-то в белорусском Витебске, прямо напротив городской ратуши, находился костел святого Антония Падуанского. Он был возведен в 60-х годах XVIII века на месте старого, деревянного, уничтоженного во время пожара 1737 года. Закрытый в 1940 году храм вначале хотели использовать как спортзал или анатомический музей медицинского института. В конце концов, в его стенах открыли музей истории религии атеизма. Музей распахнул свои двери перед посетителями 30 июня 1940 года. Там находился первый и единственный к тому моменту на территории БССР маятник Фуко, наглядно демонстрировавший вращение земли. В музее также хранились изъятые большевиками останки Ефросиньи Полоцкой. В год открытия музея его суточная посещаемость составляла от 300 до 400 человек. Благодаря появившимся недавно в интернете новым фотографиям костела Святого Антония, сделанным в годы немецкой оккупации, мы можем составить хотя бы общее представление о том, как выглядел интерьер Витебского музея истории религии атеизма. На стенах бывшего костела размещались герб СССР, портреты советских авторитетов и их цитаты, в том числе и фразы Сталина о том, что партия не может быть нейтральна в отношении религии. Интересно и то, что если посмотреть на другие фотографии внутреннего убранства костела, также сделанные в годы, когда Витебск находился под властью немцев, то гитлеровцы, судя по всему, вернули храму его первоначальный вид, так как на более поздних снимках уже не видно атеистических экспонатов, созданного в 1940 году музея. Разрушенный во время войны костел, от здания после бомбежек остались лишь стены, более десяти лет простоял в руинах, пока 28 марта 1958 года власти не приняли решение разобрать коробку бывшего костела в связи с аварийным состоянием, объяснив это необходимостью расширения центральной улицы Ленина. Костел был окончательно ликвидирован к 1961 году. Сегодня на месте снесенного храма находится фонтан, символизирующий слияние трех городских рек – западной Двины, Витьбы и Лучосы. В 2015 году католическая церковь получила разрешение на реконструкцию костела святого Антония Падуанского. Если проект когда-нибудь удастся воплотить в жизнь, то храм совершенно точно не будет возведен на своем первоначальном месте, так как ширина улицы Ленина уже не позволяет вписать культовое сооружение в ранее существовавшей границе. Переносить придется и фонтан. В данный момент католическая церковь ищет источники финансирования строительства, но, судя по всему, пока что не очень успешно. Единственный в современной Беларуси музей истории религии существует в Гродне. Он был создан в 1985 году, хотя его история началась еще в начале 70-х, причем вовсе не в Гродно, а в Полоцке. В 1973 году там открыли Республиканский музей атеизма, который впоследствии переименовали в Республиканский музей атеизма и истории религии и перевели в Гродно. Музей въехал в здание бывшего монастыря базилианок. К 1985 году закончились реставрационные работы и музей открыл свои двери перед первыми посетителями. Тогда он имел отдельный зал по истории религии, свободомыслия и атеизма в Беларуси. Однако вскоре музей ждал новый переезд. К началу 90-х здание монастыря передали православной церкви и музей истории религии сначала перебрался в соседнее здание, а в 2005-м в двухэтажный дворец Хребтовичей XVIII века. Здесь посетителей, помимо уютного внутреннего дворика, ждет богатая экспозиция, посвященная истории религии на территории Беларуси, а также быту населения. Отдельные залы посвящены появлению и развитию в Беларуси православия, католицизма, протестантизма, унеадства, иудаизма и ислама. Основная экспозиция завершается рассказом о недолгой эпохе советского атеизма и славно ушедшей в небытие в конце 80-х годов активным участием партийных боссов в масштабном всесоюзном праздновании тысячелетия Крещения Руси и нынешним этапом очень близких, можно сказать, почти что интимных государственно-церковных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok